он слепенька мне идет какая в слепаемая это девки мои мелкие мелкие да это баран племенной хорош черный шмах баран какой так вопрос много раз по постоянно найди люся давайте я тогда буду снимать много раз задают мне вопрос в комментариях видео особенно люди с востока с азии с кавказа ну понятно что за люди не знаю почему возникает у них такой вопрос потому что овцы по рождению по плодовитости то есть ягнят носят одинаковый срок то есть какой вопрос возникает постоянно постоянно но глупый вопрос который постоянно возникает то что глупый но не знаю тут простая математика и все понятно то ли люди никогда не видели овец не держали то ли ну ладно не будем их ходить за это попробуем разобраться в этом вопросе из названия видите то есть романовская овца приносит ягнят два раза в год два раза в год то есть считаем 365 дней у нас в году и она два раза в год приносит у нас ягнят но никак не получается то есть я я не не знаю кто это придумал и кто это стал все говорить что так но он молодые барашки и это полугодовала где-то но он такой выбраковка не очень конечно то ярочка получше полугодовая хорошая это 2 мелких у меня от старой мамки и так считаем 155 дней овца ходит котная с ягнятами то есть 155 дней в году 360 155 и 155 получается у нас 310 310 дней и остается у нас 50 дней я вес держу вместе с бараном постоянно то есть опираясь на природу то есть как они как ярко то есть овца захочет мамка так он ее и покроет ягнят не отымаю не отнимая она кормит их до тех пор пока кормит но вот в чем проблема в том что овца кормит минимум два месяца то есть два месяца это самый минимальный срок когда ягненок остается без молока я не знаю я не говорю про всякие ваши эксперименты сразу он через неделю да он будет сам есть и зерно и комбикорм и и все но при вообще при самом минимум это два месяца он должен с мамкой быть и отпить мамки на молоко ваши эксперименты там но не ваши все кто вот этот говорит кто будет как бы оправдываться мы отымали и все росли я кормил и из бутылочки и все у меня вырастали и все но в реальном реальном то есть при естественном то есть как бы содержание мамка то есть берем два месяца она у нас корр два месяца она у нас корр минимум то есть у меня мамки хороший вот видно вот вот это старая это 1 8 месячная мамка вот смотрим не время то есть хорошее время то есть вот это вот моя даже старая мамка она не лучший показатель как бы романовки она спокойно выкормит ей молока хватает постоянное и молока хватает она спокойно выкормит двоих-троих так вот два месяца минимум значит прибавляется у нас четыре месяца четыре месяца это 120 дней и так 310 плюс 120 дней по нас получается 430 то есть в год два кота мы никак не не получается 2 кота но еще хочу что сказать что я взял два месяца минимум то есть хорошая мамка и 6 месяцев будет ягнят кормить а при хорошем кормлении и разнообразном рационе питания овец то есть мамки у меня были мамки которые откормлен которые вот вот здесь стоит дверь и она катилась двумя они хрена не этот а уже на второй день первый день не получилось в батарейка села могу повторяться вот что хотел сказать вот мамка принесла двоих буквально три-четыре дня вот какой они вы имя там можно было видеть сейчас вот двоих принесла она их кормит она но чуть-чуть бока провалились а так вот так можно смотреть иди сейчас станет передом посмотрим прям насколько она то есть упитанная насколько овова вот то есть у мне фактически вес не не упал ничего не не изменилось вот она принесла двоих то есть насколько хватает кормление рациона что фактически у меня романов к при окоте не теряет в весе есть конечно такие недоскат достатки как бы в лактации но к чему это я все говорю потому что в случае того когда романов к ей хватает и и питание витаминов то есть полный рацион она получает достаточно хороший она при лактации то есть при кормлении своих ягнят может даже покрываться снова то есть у меня были такие случаи что романов к кормила только принесла ягнят а предыдущие ягнята еще сосали и пришлось приходилось ее убирать изолировать и по чтобы предыдущие ягнята не сосали то есть до 6 до 7 месяцев ягнята романовские сосали так вот почему я говорю что нельзя отбивать ягнят от романовки в два месяца потому что это пагубно сказывается именно на мамках ягнята да кое-как там выкарабкаются там ну не кое-как откормить и отпоить это все можно они уже к самостоятельно едят поют будет будут задержки в росте потому что я сравнивал искусственников они но не намного меньше но меньше чем мамка допустим и днем ягненка поет и я искусственно по его от 8 месяцев она чужой сиськи лезет да матрена ты чё она искусственница она не получала не сосали мамку слабо отбивали других ягнят и сосали у нее сами так вот к чему я это говорю то есть пагубно складываю сказывается на самой мамки то есть при вот мамка вот стоит вот они вы имя вот они вот они вы имя она не мне нет сейчас ягнят вот такое время мне сейчас то есть как только она принесла ягнят вы именно бухает и становится большим и при отбивании в двух месяцев могут быть проблемы с маститом очень часто проблемы с маститом так что те мамки которые у меня бывали по потеряли или принесли там плохих ягнят то есть потеряли ягнят на пришлось их сдаивать и у некоторых даже был мастит некоторых выбраковывал то есть отбивать не рекомендую сколько сосет столько сосет до были часто у меня такое что мамка еще кормит только принесла ягнята кормит и вот тут таких вот вот до 6 до 8 месяцев так что при простых математических расчетах не получается у нас два раза в год то есть читайте смотрите внимательно все-таки романовка приносит за полтора года два кота то есть три а кота в два года вот так она расчеты средние идут по книгам по показателям по нормативам то есть три а кота два раза в год потому что все таки считаем можно там вписаться вот в этих как бы год два кота но очень тяжело и это будет неправильно так что никаких двух окотов в год у романовки нету то есть она приносит три а кота за два года до осранки так что смотрите пишите комментируйте что знаю по романовки дополню расскажу скажу покажу пока никаких но баранов несколько вот стоит прям 3 он 4 4 барана где-то месяцев 7 8 их можно вот отправить на продажу продать на племя это в тверской области чтобы приехали здесь как бы забрали только на племени какое мясо я не подаю ладно все думаю что вопрос может раскрыли показали кормлю я чем в основном это ячмень ячмень хорош тем что как бы упитанность появляется у овец ячменем кормлю и летом подкармливаю комбикорм даю соль соль обязательно обязательно соль лежит этот филу цен содержание серы магния вам пойдут выпущу а то на это